всем здорова это третья серия по нашему проекту него 6 на 6 и сегодня она впервые выехала как мы помним в предыдущей серии то что у нас полноценный наш автомобиль был на кирпичах а заднюю часть мы откатывали прикатывали и в конечном итоге когда выставили все в размер так как нам надо было приблизительно в размер мы прихватили на профиль 20 на 40 две арки с этой страны и 200 после этого и почему долго не было серии мы очень долго думали как все это соединить потому что никакого опыта не имели и думали кто-то нам поможет кто-то подскажет но по итогу пришлось думать самим и изобретать все это дело то что мы сделали самим сначала мы сварили рекламную вывеску рекламный щит можно его так назвать потому что он напоминает нам квадрат померили по точкам все длины свои равнодлиния вот так 8 и там 8 братья 81 сантиметр чего это на автовазе тоже два сантиметра допуск так 100 100 100 100 150 150 полиет чуть-чуть полиция двигать сюда понял поняли что у нас все нормально сто восемьдесят шесть сантиметров и там и тут и после этого начали варить верхнюю клетку приварили верхнюю клетку к этой части автомобиля и к этой выставляли все лазерным уровнем пытались поймать все углы но нам надо чтобы вот это и вот это идеально у нас сейчас должно быть вот эта сторона и вот это вот так продолжаем а кусок тоже мы на варим столько чтобы чтобы у вас не было заметно вот это привезли ну вот так вот он будет наваривать сначала вот тут смотри железку какую-нибудь поставим вот тут вот от этого колеса к тому понял и здесь поставим наград и там поднимать и смотреть нам надо будет сначала вот эту приподнять по наставить палок выставить правильно же и потом туда идти там играться я и косяк будет в том что вы понимаете если мы сейчас здесь поставим и сварим когда туда пойдем начинать играться мы здесь все равно мы придем вниз нам надо сразу чтобы она идеально стояла с двух сторон то есть мы вот тут на углу сейчас наград поставим здесь веса у машины нет поднимем как нам надо то есть вот 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 поймав все углы начали думать о том какое же усиление у нас будет и так как у него вот здесь возле стаканов были лонжероны и в предыдущей серии у нас эта часть еще была нижняя где крепились мосты мы решили это все вырезать и просто взять профиль 60 на 60 и продолжить лонжерон такой же как был унивы и прийти сюда впритык к стаканам это наш лонжерон давай произошло то что мы не знали что у него 55 на 55 профиль так купили мы 60 на 60 мы вскрыли лонжерон наварили сюда профиль 60 на 60 с одной стороны и с другой стороны тем самым закрепив не только знаешь выставив правильные размеры мы еще закрепили чтобы она у нас вот так не ломалась сделав это мы начали думать о том что как поставить мост как сделать крепление моста для того чтобы сделать крепление моста мы взялись заводские посадочные места которые бывают у него не на четырех болта гайках их открутили и просто напросто приварились сюда как импровизированному лонжерона который у нас продолжается добавили вот сюда карком такой уголок и уже к этому лонжерона и к уголку приварили с этой стороны и с той стороны закладные под тяги моста сейчас мост у нас установлен в относительно переднего мосту ровно у нас машины не едет боком не едет криво она у нас едет прямо и после того как мы закончили сварочные движения по скрещиванию наших двух автомобилей мы начали спускать тачку с данкрата и был один нюанс это в виде того что когда мы покупали полноценную него у нас было всего четыре колеса и было запаска в виде просто штамповки без резины у нас стал вопрос а где нам взять еще два колеса для того чтобы поставить их на третью ось мы начали искать у знакомых нашли два колеса 21 волги и было два нюанса первое это то что было очень жирная резина и второй момент что она вообще никак не накачивалась мы решили ладно на время кинем их наперед установили их наперед четыре колеса с одинаковой резины кинули на второй третий мост и после того как мы поставили их на перед хоть она и была и высокая но она у нас никак не накачивалась и автомобиль соответственно морда легла за счет этого жопа поднялась и стала рачковый так сказать с пол . с пол . первый выезд мы подумали что так дело не пойдет нужно купить еще два одинаковых колеса точнее одну штамповку и две резины так как штамповка у нас было мы поехали купили еще резину и штамповку собрали два колеса установили на автомобиль поставили и все равно понимаем что у нас морда низкая а жопа рачкообразная ну и вообще не вот эти длинные они на любую посмотрите в своем городе вы увидите что у ней морда с завода ниже чем жопа нам надо чтобы было красиво и мы решили на втором третьем мосту попилить пружины попилили пружины сейчас автомобиль нас эстетически выглядит вроде как вот в горизонте одинаково но все равно из-за того что я напомню у нас был удар в переднюю правую часть у нас передняя правая часть очень сильно завалена и вот следующим из этапов который нас ждет многие могут сказать давайте сейчас начните скрещивать второй третий мост но нет мы хотим перед тем как залазить техническую часть автомобиля пытаться что-то там сообразить как-то сделать мы хотим сделать следующее доварить полностью здесь все крепления моста чтобы мост у нас стоял так как надо не гулял поменять подвеску чтобы ничего не гремело не стучало и следующим делом удлинить крылья и сделать заднюю стенку и уже после того как мы это сделаем мы полезем сюда внутрь для того чтобы как-то изобрести третий мост пока непонятно как но мы придумаем что-нибудь ну что вот он и совершился наш первый выезд проехались на данном автомобиле что хочет сказать ну во первых это то что у нас нету стенки у нас нету ни пола ни хрена ничего там все гремит все стучит но наша конструкция которую мы собрали собственноручно своими силами так сказать она как бы выдержал нигде ничто не оторвало сварка у нас не потрескалась сварные швы все норму на месте как бы здесь на может подумать что но оторвало здесь нет это именно части куска ланджероны осталось антонами основные усиления не здесь с внутренней части поэтому если посмотреть визуально то мы видим что мост у нас остался на месте задняя часть у нас осталось на месте ничего нас не сломалась не согнулась и это дело все у нас работает теперь что мы делаем как я вам говорил до этого мы забиваем большой болт на всю вот эту конструкцию на где-то пару недель и начинаем заниматься внешки данного автомобиля это наращиваем крылья и вытягиваем передний лонжерон и также делаем заднюю стенку для того чтобы визуально у нас автомобиль когда мы его поставили стоял ровно не так что у нас чуть криво морда или еще что-то после того как мы все это сделаем у нас будет полноценный ровный автомобиль мы уже сможем пускать без каких-либо там напрягов раздатку кардан что-то здесь изобретать ну и что хочется сказать в конце это огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем огромный респект и удачи всем спасибо пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделал DimaTorzok